Современное сельское хозяйство невозможно представить без аммиака и его производных. Все крупнейшие мировые производители картофеля, свёклы, овощных и зерновых культур используют для повышения урожайности азотные минеральные удобрения. Основное сырьё для их производства – аммиак. Такие удобрения полностью безопасны и не сказываются на качестве зерновых, овощей и фруктов. Поэтому аммиак входит в число стратегически важных продуктов химической промышленности. В этом выпуске мы отправляемся в Тольятти, на один из крупнейших химических комбинатов страны – Тольятти Азот. Узнаем, как производят аммиак. Берётся природный газ, водяной пар, специально подготовлена вода и электрическая энергия, плюс воздух из атмосферы. Изучим актуальную производственную экономику. Сколько стоит техническое перевооружение российского лидера отрасли? Программа рассчитана до 2022 года, и она, конечно, будет дальше продолжаться. Подтвердим стандарты безопасности производственного гиганта. Мы оснащены хорошими современными приборами с компьютерным обеспечением. Тольятти Азот – одно из крупнейших химических производств России. Входит в тройку лидеров по производству аммиака в стране и в десятку мировых лидеров. Единственный в мире химический комбинат, который ежегодно способен производить более трёх миллионов тонн аммиака. Кроме того, Тольятти Азот входит в тройку крупнейших налогоплательщиков региона и обеспечивает работой более 5000 человек. Производственные площади химического гиганта занимают более 200 гектаров. На этой территории установлены семь агрегатов по производству аммиака и два агрегата по выпуску минерального удобрения карбамида. Мы находимся на центральном пульте управления агрегатом аммиака номер 6. Это сердце одного из семи агрегатов ТОАЗа по получению аммиака. Агрегат уже прошёл все этапы модернизации. Мы особо сконцентрировались на безопасной эксплуатации, поэтому применена самая современная на сегодня система управления этим агрегатом, которая обеспечивает надёжную и безопасную эксплуатацию. В случае возникновения каких-то нештатных ситуаций, перевод агрегата в безопасное состояние происходит без участия человека. Первый агрегат по производству аммиака, Тольятти Азот, запустил в апреле 79-го года. Виктор Александрович пришёл на комбинат в 80-м, застал самый разгар строительства. Говорит, с момента запуска производства это самое широкомасштабное техническое перевооружение. Были заменены полностью реакционные трубы, динамическое оборудование модернизировано. Были самые современные катализаторы поставлены. Результат – рост производительности агрегата до 25%. Каждый агрегат – это своего рода завод. Для сравнения, на территории Великобритании работает 8 таких заводов. Совместно они производят всего около 2 миллионов тонн аммиака в год. Между тем, потребности Евросоюза в аммиаке сейчас превышают 30 миллионов тонн ежегодно. Основное оборудование размещено на открытых площадках на агрегатах аммиака. Процесс получения аммиака основан на его синтезе из азота и водорода. Азот берут из воздуха. Для получения водорода используют водяной пар и природный газ. Яркий пример создания добавочной стоимости для российского сырья. Внутри установлены 504 реакционных трубы, в которые загружен никелевый катализатор. В них поступает природный газ вместе с водяным паром. И при кладезе температуры на никелевый катализатор идет конверсия. То есть преобразование метана в водород. Это мегапечь размером с пятиэтажку. Одна из самых важных и дорогих конструкций в агрегате. Температура внутри больше 1000 градусов. Виктор Александрович ведет нас на следующий производственный этап. Здесь установлены два компрессора. Один из них компрессор синтез газа. Вот он перед нами. Перекрасывает азотово-дородную свежь, которая дальше поступает в колонну синтеза и реактор синтеза аммиака. Все узлы и механизмы здесь модернизированы. Заменены роторы, установлены передовые системы управления и контроля. Это позволяет работать агрегаты на тех нагрузках, которые на сегодня он получает от 1750 тонн аммиака. Сегодня ТОАЗ поддерживает стабильный экспорт продукции более чем в 120 стран мира. Доля экспорта колеблется в районе 70% от общего объема. Мир развивается, технологии развиваются. Нам необходимо успевать за этими технологиями. Мы их активно сейчас внедряем. На сегодня уже освоено порядка 20 миллиардов рублей. Модернизация охватывает все производства наши. Это и аммиаки, и карбамид. Модернизация началась в 2012 году. Но инвестиции в модернизацию невозможны без инвестиций в экологию, утверждает Вячеслав Суслов. Например, очистные сооружения завода, кроме собственного производства, обслуживают две трети городских стоков Тольятти. Кстати, очистные сооружения тоже включены в проект модернизации ТОАЗ. На очистные сооружения приходят не только наши стоки, а стоки и Центрального района, и Комсомольского района. Вот пробы воды показали, что вода, которую мы сбрасываем, чище намного, чем та вода, которая в Волге уже сейчас. Сейчас мы идем в научный центр Тольятти Азот. Центральная заводская лаборатория ведет мониторинг качества производства и следит за соблюдением экологических норм на предприятии и вокруг него. Наша основная цель – это разработка новых технологий, которые приводят к улучшению качества продукции, увеличению ее выпуска, сокращению отходов производства. Поскольку отраслевая наука в рамках страны не развивается, ученые и лаборанты здесь ведут собственную научно-исследовательскую работу, разрабатывают передовые российские методики. У нас 34 человека – лаборанты, инженеры. Приборы у нас современные, с компьютерным обеспечением, поэтому работа на них требует хороших теоретических знаний и практических навыков. Круглосуточный мониторинг состояния воздуха и почв в зоне вокруг предприятия ведет специальная передвижная лаборатория. Выезжаем на маршрут в санитарно-защитную зону. В данный момент находимся в 250 метрах от территории завода. Как происходит? Насос закачивает в колбу, через колбу проходит инфракрасный луч. Там есть вещества, которые поглощают этот луч, а по интенсивности поглощения определяется количество содержания в атмосфере загрязняющих веществ. Сейчас уже результаты готовы? Результаты, да. МИАК – отсутствие, формальдегид – отсутствие. Прибор в режиме реального времени определяет наличие или отсутствие в воздухе около 20 ингредиентов. Собранные пробы грунта и воды экологи анализируют здесь же. Сейчас руководство завода приняло решение о приобретении второй мобильной эколаборатории. Наконец, заключительный этап технологического процесса производства аммиака. Его направляют на хранение в изотермическое хранилище или изотерм. У меня за спиной сейчас находится самый большой изотерм в России. Емкость его 30 тысяч тонн. По сути, изотермы – это мегаёмкие и сверхпрочные холодильники. Один из них уже модернизирован, второй – на стадии модернизации. Проходит каждые 4 года гидравлические испытания, экспертизу промышленной безопасности. Аммиак хранится при температуре минус 33 градуса. Высочайшие стандарты безопасности неукоснительно соблюдаются как непосредственно на производстве, так и при транспортировке вещества, утверждает Александр Горбунов. Он руководит доставкой российского аммиака по уникальному аммиакопроводу Тольятти, Одесса. Мы на территории головной насосной станции номер один, которая осуществляет приём жидкого аммиака от завода-производителя Тольятти Азот. Магистральный аммиакопровод начинается именно здесь. Это ярко-жёлтая труба, уходящая под землю в центре цветника. Жидкий аммиак закачивается в трубу через насосную станцию. В настоящее время Трансаммиак проводит масштабный проект реконструкции производства технологической связи магистрального аммиакопровода с его полной заменой на оптический кабель. Оптический кабель, идущий вдоль аммиакопровода, поможет повысить эффективность управления и ввести дополнительные функции газового анализа и видеонаблюдения. Сейчас мы находимся на центральном пульте управления режимами транспортировки. Магистральный аммиакопровод Тольятти Одесса – это 2417 километров магистральных трубопроводов. Из них 1396 километров проходит по территории Российской Федерации. Большая часть мощностей аммиакопровода уже модернизирована. В создание оптоволоконной системы инвестируют около 2 миллиардов рублей. Уникальная инфраструктура Тольятти Азот позволяет доставлять продукцию всеми доступными методами, кроме основного способа аммиакопровода – это авто и железнодорожные цистерны. Ежесуточно мы можем отправлять до 3000 тонн аммиака по России и на экспорт практически во всех направлениях. Мощности Туаз позволяют обеспечить около 20% спроса на российском рынке и 11% объема мирового экспорта. Инвестиции в новые технологии позволяют Тольятти Азот держать позиции на международном и внутреннем рынках. Вклад компании в реализацию государственной стратегии импортозамещения очевиден. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова